Каждый год Саровский медколледж выпускает дипломированных медсестер и фельдшеров. Получить среднеспециальное медицинское образование можно как после 9-го, так и после 11-го класса. И после 9-го, и после 11-го срок обучения один и тот же, поскольку специально сестринское дело подразумевает обучение по федеральному образовательному стандарту 3 года 10 месяцев после 9-го класса, а лечебное дело после 11-го класса, это повышенный уровень образования, тоже 3 года 10 месяцев. В будущем учебном году в стенах медколледжа на бюджетных местах сестринское дело будут постигать 25 студентов, 15 – осваивать профессию фельдшера. Юноши и девушки изучают общеобразовательные и специальные предметы, среди которых техника оказания медицинских услуг. Там очень много манипуляций, оживленный предмет, мы там все время что-то делаем, то есть нас учат, как правильно обходить с пациентами, как правильно делать какие-то манипуляции, это очень интересно. Практика у студентов начинается уже на втором курсе. Будущие медики надевают на себя белые халаты и постигают одну из самых сложных наук о человеке. Учатся общаться с пациентами и знакомятся с тем, как устроено больничное отделение. Первая практика – это в конце второго года обучения, после освоения предмета технологии оказания медицинских услуг, они выходят на практику получения первичных профессиональных навыков и две недели они непосредственно с пациентами контактируют. На третьем курсе уже специализированная практика – это и в педиатрии, и в хирургии, и в терапии. И дальше на четвертом курсе тоже такие уже большие практики. Студентка второго курса Аня Бляблина с нетерпением ждет того момента, когда она переступит порог стационара и сможет изнутри почувствовать специфику работы медика. После окончания колледжа Аня планирует поступать в ВУЗ и освоить редкую и необходимую в нашем городе профессию эндокринолога. Мне кажется, это призвание, потому что не каждый может это делать. Кому-то просто суждено это делать, рука поставлена. Каждый врач должен уметь общаться с людьми, потому что слово можно ранить и слово можно вылечить. После сдачи итоговых госэкзаменов в колледже выпускникам нужно получить аккредитационное удостоверение специалиста. Этот документ необходим для трудоустройства. С полным перечнем документов и условиями поступления можно ознакомиться на официальном сайте медколледжа. Дарья Цепорыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.